Всем привет! Почему не спите после жаркой субботы? Еду в авиапарк на съемочку. Я люблю свою работу, я приду туда в воскресенье. Я поймала себе на мысль, что я вообще не могу сейчас находиться наедине со своими мыслями, а музыки у меня нормальной нет. Не знаю, поэтому кто может, скиньте мне музыку. Один контур остался от помады, помады нет уже. Это так я губы накрасила и больше ничего. Пока что сейчас меня накрасят. Привет, Диночка333. Ты вчера пила такая опухшая? Нет, я просто только что проснулась и не накрашена. Губки бантиком, бровки не домиком. Да, Лиззи, по-моему, Леша сделал предложение. Что это за работа в воскресенье? Проституция! Вы же все так на меня думаете. А это просто съемка. Красивый тон лица у тебя без тональника? Ну, не знаю, какая-то я бледная, зеленая. Я люблю, когда я с тональным кремом. Ты шикарная булочка, спасибо большое. Красивая очень без мейка, но не очень, я так не считаю. Ты рада за Лизу? Ну, конечно, я счастлива за Лизу. Мне главное, чтобы она была счастливой, тогда я буду рада за ней. Бурятия, большой привет, направляюсь я в авиапарт на съемку одежды. Как быть такой же бодрой с утра? А то я как разбитая корыта вечно. Ну, во-первых, я не каждый день просыпаюсь рано. То есть сегодня у меня был подъем в 8 утра. Для меня это очень ранний подъем, потому что я веду вечерний образ жизни. Я ложусь спать в 4-5 и просыпаюсь в 11-12. Но раз такая пляска пошла, да, раз у меня ранняя съемка, то я вынуждена была проснуться. Как взбодриться? Я принимаю кипяток, просто горячую ванную, у кого-то это расслабляет, а меня это наоборот. Я, если не приму горячую ванную, я никуда вообще не выйду из дома. Также у меня уже было выпито несколько кружек кофе. И уже энергетик с собой. С собой у меня салат. Кстати, моя фигура пришла в норму буквально за неделю в ппшечке. Ну, это как бы не совсем ппшечка, но питание собственной фантазии, так сказать. Так. Стоит ли делать перманентный макияж губ в твоем видении? Почему бы и нет? Нет, но я никогда об этом не задумывалась, и я почему-то для себя не хочу этого. Катерина Сыркутска, большой тебе привет. Как дела? В принципе, все в порядке, все хорошо у меня. Спасибо. Есть, конечно, душевные терзания у меня, но это все временное явление. Нужно выбирать правильный вектор для себя и следовать только ему. Мэри, как заставить себя пойти в спортзал? Не нужно себя ни к чему принуждать, не нужно себя заставлять, если у вас на это нет желания. Когда у меня нет желания заниматься, я не занимаюсь. Когда оно у меня появляется, я иду и занимаюсь. Так, рассказать про питание, да? Так, 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 питание, значит, я пью кофе, три в одном. Оно убирает голод, вот серьезно, причем на долгое время, на час точно. Ем, ну, вот вчерашний день я съела, знаете, вот эти вот делают сейчас типа бургеры, но только из листьев салата. Была мраморная говядина и с двух сторон листьями салата. Со всеми соусами, то есть я себя в соусах не ограничиваю. Значит, далее я съела один эклерчик, но так как я пила ночью алкоголь, да, с пятницы на субботу, я как бы могла бы себе позволить все покушать, дабы восстановиться. Вот, и с сегодняшнего дня опять новый день, новая жизнь. Я себе взяла салат Сезарь, сейчас покажу. Перед съемкой я поем. Вот так выглядит мой салат Сезарь. Обыкновенный. В магазин зашла, купила. Это мой любимый. То есть он стоит... Короче, я не знаю, сколько он стоит. Рублей 150 он стоит. Дальше я взяла себе... Мои ботиночки, наконец-то их надела. Вот это мой любимый сыр. Моцарелла. Я выливаю водичку и добавляю туда прям в салат вот этот вот сыр. И энергетик у меня. Из этого будет состоять мой завтрак. Далее я пойду на обед. В обед я съем... Вы здесь? Или я сама собой вообще болтаю? Кто-нибудь напишите что-нибудь. Мне кажется, у меня эфир зависит. А, все, вижу. А что все молчат? Далее у меня будет обед. В обед я съем... Может быть, что-то птицу или рыбу. В основном я делаю акцент на овощи. Я не делаю акцент на белок. Я не высчитываю калории. Я не... Не исключаю из рациона масло, там... Еще что-то, соус какой-то. Вот, например, там какой-то в этом цезаре якобы... Но это не цезарь, это просто салат. Назвали его цезарь. Цезарь дешевого разлива. Там какой-то майонез чесночный, я его с удовольствием съем. То есть, я не буду его откладывать в сторону. Все, я худею, я на ПП. Нет, такого не будет. То есть, я спокойно съем... Соус, съем сырок, заплю это все энергетиком. И буду с удовольствием позировать для магазина одежду. Супы я не люблю. Не вижу в этом необходимости есть суп. Как наши бабушки говорят, поешь горяченькое, животик заработает, желудочек. Это все бред вообще, я считаю. Во-первых, бульон, да? Куриный, тот же самый бульон. Кидаешь туда курицу, варишь этот бульон. Вот эта вся химиката, грязь, которая была в курице, она вся вышла в этот бульон. И потом люди туда уже в эту грязь кидают картошку, хуёшку и тому подобное. Например, если я делаю суп, готовлю, я обязательно сливаю этот вот первый бульон, я его выливаю. И потом уже второй раз закидываю туда эту же курицу. И тогда уже на этом бульоне я могу поприготовить какой-то супчик. Вот. В кофе три в одном очень много сахара. Ну и что? Я знаю, вы подстраиваете свой рацион питания под свое тело, под свою фигуру. Если вас разносят от чашки кофе, значит, не пейте это кофе. Если вас не разносят даже от Макдоналдса, ну, ешьте вы этот Макдоналдс. Как бы, я под свою фигуру рацион составляю. Я знаю, если я буду пить кофе хоть целый день, но я не буду толстой. Всем привет. Я не фанатик, я не спортсменка, я не фитнес-бикини, няшка-хуяшка, я не она. Я как хочу, так и питаюсь. То есть, мне это не надо. Ты раньше была умнее, не в обиду. Да, раньше я была, начинал умом и мозгами, а сейчас резко со мной что-то произошло, я стала тупой. Прям, мне кажется, вот эта вот фразочка очень умного человека. Пока не родила, такое будешь худышкой, как родишь, так расплывешь. Все возможно, не знаю, не рожала, посмотрим, как будут дела обстоять. Ты в отличной форме? Нет, я не скажу, что я в отличной форме. Я никогда не была в отличной форме, у меня никогда не было какого-то такого тела, супернакаченного, профессионального, какого-то упругого. Питание все принимает, на меня влияет. В смысле, что ты принимаешь. Отлично у тебя фигура, не слушай ты никого. Спасибо. Как относишься к пухлым девушкам? Я к ним никак не отношусь. Мне все равно, в какой человек. Вы должны понять, что тело, это форма, это оболочка. Тело имеет свойство меняться, быть разным. И абсолютно не важно, как выглядит человек. Очень важно, какая составляющая у этого человека внутри. Мне все равно, красивый человек, некрасивый, толстый, худой. В этом нет никакого значения, абсолютно. Поэтому ко всем людям я отношусь хорошо. Бедняжечка, Романова. Чем заняться дома, когда сломала ногу? Девочка, ты же моя хорошая. Так, ну чем заняться? Во-первых, надо почитать, раз такое дело. Если бы я сломала ногу, чуть-чуть, не дай бог, я бы начала читать. Но, конечно же, я знаю, как я читаю. Лист читаю, 15 минут сижу в интернете. Еще листочек прочитала, еще 15 минут в интернете. В такой я чтец, скрывать не буду. Значит, что еще? Сериалы, фильмы, книги. Но я тебе тут никакого эксклюзивчика не скажу, честно признаться. Но я бы сошла с ума, я вообще дома не могу находиться. На меня питание не влияет, вам крупно повезло. Нет, я никогда себя не ломала, ничего, спасибо, господи. Какая шикарная, правда, смотреться не могу. Ой, меня сейчас еще и даже накрасит, вообще буду солнышком. Море, что делать, когда в депрессии? Ой, да я сама в депрессии, поэтому... Нет, я не могу сказать, что я в депрессии, у меня нормальное состояние. Но есть нюансы, которые меня беспокоят. Например, что делать? Надо улететь. Я улетаю. Три прелома уже, два, пять, между домом сижу. Обалдеть. Слушайте, кстати, можно выучить английский язык, пока вы так дома сидите. Это первый момент. Второй момент. Можно научиться делать крутой макияж. Открыть бьюти-блогеров и начать смотреть на них. Я уже хочу выпить энергетик, но я не буду его пить на голодный желудок. Это плохо. Где Р-код на зарядке стоят? Я уже схожу с ума, блин, бедняжка, представляю. Я тут пять минут с утра наедине со своими мыслями была, уже чуть с ума не сошла. Мне надо вечно с кем-то общаться. Я не уравновешенный человек, я больная. Куда едешь? Еду на съемочку. Часто моешь голову? Нет, головы мою только в салонах. От салона до салона. Дома вообще голову не мою. В салон иду, вот как раз делают мне укладку, моют голову. И мне хватает на дня три. Три-четыре дня могу не мыть голову. Могу общую неделю не мыть, если захочу. Почему сама не хочешь водить машину? Да я хочу водить машину, просто... Нет, даже не то, чтобы хочу или не хочу водить машину. Пока я об этом даже не думаю. Конечно, водить машину, быть водителем, это круто. У тебя открывается другая жизнь. Жизнь водителя. Да, ваша водичка Байкал. Моя любимая. Люблю смотреть твои игры. Большое спасибо. Скажи ногти. Хочешь замуж? Да, хочу замуж. Почему в салоне моешь голову? А я не знаю, там удобнее. Я не люблю сама моть голову, потому что у меня длинные волосы. И мне лень шевелить руками. Вот это вот, знаете, делать эти движения. А в салоне быстро помыли, 15 минут помыли, уложили. Все, ты красотка. Моря, это очень красивая. Желаю тебе все равно лучше. Большое спасибо. У меня ногти были как у тебя. Салат, я салат, я салат, они все сломались. Буду расти. Жопа красивая у тебя. Спасибо. Привет, передай Наталье Ребецкой. Наталье Ребецкой, передаю вам большое привет. Желаю вам здоровья, счастья и огромной любви. У меня салатка. Что за камушек на колечке? У меня это пазики, мои любимые. Жую орбит сладкая мёта, моя любимая жвачка. Тебя смотреть? Тебя я смотрю в солень. Своих, своих детей мыть будешь в салоне. Что ты за мать-то? Блядь. Чуваки, тёлочки, вы сейчас гордите нахуй. Какие, блядь, дети. У меня 23 года. И о каком подмывании моих детей идёт речь? Которых у меня даже нет. У меня даже парня нет. У меня мужа нет. Блядь, о чём вообще? Просто как такую чушь можно написать? Я не могу просто. Вы сделали моё утро. Мои подруги здесь пьянки? Нет, мои подруги оригинал тёлочки. Но некоторые одноклассницы... Одна одноклассница есть, да, она в теме. Кто смотрел вчерашний эфир, тот поймёт. Я не могу, у меня до сих пор смешно. Про детей это жесть. Что ты за мать? Что я за мать? Я не мать. Буду ставить хэштег. Не мать. Ой, я не могу. Ты казашка. Я не казашка. 23 нормального возраста для детей. Я абсолютно согласна. У кого есть 23 года, дети, пожалуйста. Вы счастливые. Я хочу детей, но... Я считаю глупо говорить сейчас, как я буду подмывать своих детей, когда я ещё даже замужем ни разу не была. Когда у меня нет молодого человека, я не знаю, и нет мужа. В губах у меня полтора миллилитра гиалуронки. Я думала, сапфир. Я тоже люблю. Вот Байкал. Держу из ручки, горбок, сладкая мята. Так, это судьба. Нам дружить с тобой. Как считаешь, взглядный нарушенный волос своим? Хочу послушать твоё мнение. Я не могу прокомментировать эту ситуацию абсолютно никак. Я потому что не наращивала волосы в больших количествах. Если наращивала, то это были цветные прязи. Спросите лучше у тех, кто постоянно это делает. У меня ногти половину свои, половину нарушенные. Как думаешь, мне нравится мальчик? Он не знает об этом. Написать ему, конечно! Милашка, пиши. Я бы уже написала. Я просто, я лев, я прямолинейная. Я сразу всё говорю. Я не буду, я не буду сжаться, мяться. Я сразу говорю, ты мне нравишься, я в тебя влюбилась. Всё. Человек просто на меня огненные знаки, на меня вот так вот смотрят. И ты мне тоже нравишься, всё, я влюбился. А есть такие знаки, знаете, которые, это немного дико. Они думают, что я актриса, что я притворяюсь, что я роль играю. А я на самом деле, правда, так говорю. Лесницы я двенашки по длине наращиваю. Ну да, с тобой-то в ненастью у тебя, парня, нет, не будет и мужа, и детей. Ты хоть любишь детей. Чё, короче, бред вообще какой-то. Мне 23, да, уже крест на мне поставили. Ни мужа, ни детей у меня не будет. Что делать, если у меня волосы не растут? Не знаю. Сходить к трихологу, пусть вам проколит уколы в голову. Какие витамины для зубов лучше? Никогда не была витамина для зубов, поэтому я не знаю, извините. Будут у тебя и дети прекрасны, муж, большое спасибо, а то я уже это... Ой, можете музыку потешить, а то меня сейчас выгонят из эфира, а то нельзя там эту иностранную музыку. Спасибо, кто напомнил, друзья. У меня тапаз. Овенный рак. Я 4 года с раком жила. Я с раком. Я жила 4 года со знаком рак. Хотя я лев. Это было тяжко, тяжко, честно. Ребят, неважно какая совместимость, если люди хотят быть друг с другом, они подредактируют свой характер, они будут закрывать глаза. Просто мы должны понимать, что мы все люди разные. Иногда то, что для меня кажется нормальным явлением, действием или ситуацией, для кого-то это может быть чуждо, дико и непонятно. И мы просто должны друг под друга всегда подстраиваться. Главное не быть сильно гордым человеком. И все. Моя проблема, что я, например, очень сильно начинаю подстраиваться под человека. Это не ценится и потом меня перестает уважать. Тоже поэтому не перегибайте палку. Я становлюсь чересчур, блин. Хорошей, ласковой, доброй. Так нельзя. Вот когда нахер посылаю, все. Просто все четко. Я не стесняюсь водителя. А что мне его стесняться? А что нет? Что Сэм творит? Я не видела. Какая ты мудрая и честная. Ну, я не скажу, что я мудрая. Если бы я была мудрая, я бы не допускала тех или иных ошибок, например, которые я недавно допустила. Все было в моих руках. Удача была в моих руках. Я взяла, все запорола из-за своего характера, из-за своей неопытности, из-за своей... Я знала, как правильно делать, но повелась на поводу и все неправильно сделала. И все. Ну, примерно, значит, так и должно было быть. Но помните, каждому мужчине нужна своя схема. Не бывает такое, что вот она я, пусть меня такой принимает. Нет, это вы можете сказать своему мужу через 5 лет. Принимай меня такой, ты меня такую выбрал. Но изначально просто каждому мужчине нужна схема, чтобы ему понравиться. Не бывает такое, вот я пришла и со всеми одинаково себя веду. Абсолютно со всеми по-разному. Нужно прочувствовать этот момент, нужно узнать, кто там познакомил зодиака. Нужно прислушиваться, следить за мимикой, что ему нравится, что не нравится. Вот так вот. Но мне больше нравится, как меня воспринимают огненные знаки. Потому что я иду, если я захотела засмеяться на всю улицу, или закричать, или закружиться, побежать. Они меня поддерживают в этой теме. А некоторые просто такие шугаются, вздрагивают, такие тихо, 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 тихо. И приходят, кто там уже ограничивает себя и сдерживает. Да, ну я, конечно, не придерживаюсь вот этой вот поговорки, или как это называется, пословицы. Все, что не делается, то к лучшему. Я считаю, это для неудачников слова, которые там обосрались. И такие, ну ладно, все, что не делается, то к лучшему. Поэтому я никогда не поддерживала вот эту вот пословицу, или что-то поговорка, я не знаю. Потому что лучше бы сделалось, понимаете, и это было бы лучше. Вот, может, это все, что не делается, то к лучшему, это я так, знаете, когда уже от безысходности сидишь, думаю, что произошло. Ну ладно. Как бы на нет, что пускаешь, а лучше проанализировать свои действия, понять, где не дотянуло, где не подтянуло. И в следующий раз уже сделать все правильно. Я приехала в Новый Город, есть ребенок и муж, но у меня здесь вообще нет друзей. За три года меня как-то пугает, что привыкла к одиночеству, как-то уже хочется друзей. Ой, срочно, обязательно, всегда друзья должны быть, обязательно. Потому что ваше колесо жизненное, оно не будет круче. Знаете, колесо жизненное есть, вот люди рисуют, где десятибальная шкала, да, там, друзья, работа, карьера, здоровье, да, и с чего вы уделяете время. Чтобы это колесо крутилось, нужно уделять всему понемного времени, друзьям обязательно тоже. Какой-то процент вашей жизни нужно уделять. Вам нужно пойти записаться, например, в бассейн, где мамочки ходят со своими детьми. Смотря сколько лет, да, вашему ребенку. Вот там познакомиться с какой-нибудь мамочкой, поговорить, пригласить ее там на чашку кофе или завести какую-то тему общую. Конечно, например, я там приду со своим ребенком в бассейн, у меня у самого куча дел, там у меня еще работа, а тут еще мамочка ко мне какая-то с ребенком. Да, пойдем кофе попьем. Ну, нет, обычно такие люди сходятся. Ну, надо как-то, не думайте, вы ни одна одинокая, есть также в вашем городе женщины, которые хотят найти подругу. Так что обязательно это надо. С парнем общались полгода, он мне пишет уже пять дней. Если с парнем общались полгода, он мне пишет уже пять дней, значит, ему... А, не пишет пять дней, значит, ему похер на тебя. Да, ему похер на тебя, слава, не пишет тебе пять дней. Это пипец как много, значит, ему вообще пофигу. У меня рекламный агент. Я рекламный агент. Мэри, зачем делаешь губы? Это же неестественно и ужасно. Водитель тебе никогда не делал замечания? Тебе не стрёмно? Ну, нет, мне никогда не делают водители замечания, но... Недавно меня выкинули с такси. Меня никто не делал, за счетами просто скажут, что нахер отсюда. Вот. Не каждый выдержит, знаете, вот эту вот говорящую голову вести. Я ровно две минуты терпела, а ровно две минуты я слушала музыку. Потом поняла, все, я уже не могу, мне надо поговорить с кем-то. Вот так они скажут, что рекламный агент. Ну, почему это не скажешь? Смотрите, какая у меня качественная реклама в Инстаграме. Я тоже менеджер по продажам. Ух ты, ну да, мы в одной сфере, в принципе. Ну, я по специальности не работаю, но какие-то навыки мне вообще-таки пригодились. Я разбираюсь в рекламе. Я уже подъехала, да, почти? Ладно, друзьяшки, я уже подъехала, у меня через 10 минут начинается съемочка. Было приятно с вами пообщаться, с вами у меня время пролетает очень быстро. И невероятно интересно. Может быть, сегодня еще увидимся. Я вас целую, обнимаю и желаю вам всего самого хорошего. Передаю вам отличный заряд на этот день. Проведите его с достоинством и не думайте о плохом. Это я была лишняя, потому что я люблю думать о плохом. Вы любите думать о плохом. Все человечество любит думать о плохом, даже если все хорошо. Иногда. Но иногда чуть-чуть можно, знаете, чтобы стонус себя держать. Все, я вас целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok